Привет, просветители. Ну что, началось в совхозе утро? Не успело закончиться первая неделя января, а наши доблестные политики уже готовы образование менять. Бизи-эзэ-пи! Похоже, кому-то не дает покоя премия трешанина года, которую в прошлом году получила за коллективные успехи вся пачка новых уроков. Кстати, огромное спасибо всем, кто принимал участие в голосовании в моем телеграме. Награда нашла своих героев. И, наверное, чтобы не отставать от победителей, надо с самого начала года идеями фонтанировать. Пора. Что предложили на этот раз? Год педагога закончился, а попытки повысить престиж профессии, очевидно, нет. К сожалению. Хм, а давайте заставим учителей по стадиону бегать и отжиматься. Еще можно скакалку, чиз для прикола в руки засунуть. Согласитесь, звучит достаточно бредово. Значит, можно попытаться в жизнь воплотить. Похоже, подумали в Госдуме и выдали очередной шедевр. Шедевр! Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Колунов предложил ввести в российских школах обязательную сдачу нормативов ГТО. Соответствующим предложением парламентарий обратился к министру просвещения страны Сергею Кравцову. Передает РИА новости. Как я и говорил в одном из прошлых роликов, Дед Мороз в декабре не получает столько писем и обращений, сколько Сергей Кравцов. Министр, наверное, не успел еще все сладкие подарки распаковать, а ему уже послание строчат. Дайте человеку отдохнуть. Прошу поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу. Говорится в письме, который депутат направил министру просвещения. А зачем всех заставлять сдавать ГТО, спросите вы. А я вам сейчас объясню, ответит Сергей Колунов. Сейчас, по мнению Колунова, обязательная сдача нормативов нужна для укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, воспитания патриотизма. Я аж испугался, что патриотизма не будет. Но, слава богу, все обошлось. Вот он, родимый. Если в тексте обращения к министру просвещения ничего не говорится о патриотизме, то шансов у инициативы ровно ноль. Добавляем волшебное слово, совсем другое дело. Инвайт, просто добавь патриотизм. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Но, как вы понимаете, патриотизм нужно воспитывать не только в учениках, но и в учителях, и даже в школьных врачах. Это, наверное, чтоб школьникам обидно не было. То есть, пока я бегаю, Глюка Андреевна... А, нет, вон она, круги наяривает. Давай, давай. Тебе полезно. Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, в беседе с РИА Новости отметил, что если заниматься подготовкой к сдаче ГТО серьезно, никаких трудностей у детей не возникнет, так как упражнения подходят для базового уровня физического развития. Когда в рамках современного расписания серьезно заниматься подготовкой ГТО всех учеников, Анатолий, увы, не рассказал. Видел ли вообще Вассерман нынешнее школьное расписание? Но зато добавил. Школам нужно подготовиться к обязательной сдаче ГТО. Для этого важно, чтобы нормативы сдавали не только дети, но и учителя, и школьные врачи. А работники столовой? Не, только учителя и врачи. А школьный секретарь? А та самая баба Клава? Охранник. Ну, так-то вообще логично. Это как раз те группы, которые постоянно фигурируют в текстах различных инициатив. Мария Ивановна на все согласна, и Иван Иванович будет сделано уже со вчерашнего дня на турниках висят. Как-то двусмысленно получилось. Главное, чтобы Шизоид Парфентич после того, как следует на стадионе разгонится, и школу не убежал. А то обидно получится. Такой спортивный и тоже в бизнес. Лучше вон, на турник третьим. По материалам международного исследования по вопросам преподавания и обучения ТАЛИС, Средний возраст российских учителей составляет 52 года. Не, ну так-то самый возраст для сдачи ГТО. Мария Ивановна, сумки с тетрадями. Раз, два, раз, два. Интересно, а Вассерман перед тем, как ляпнуть про ГТО, хоть поинтересовался, кто сейчас в школах-то работает? Ну, вроде умный человек, своя игра, много карманов, все дела. Нет, ну вот чего еще российским педагогам не хватало? Правильно, подготовки к сдаче нормативов. Ну а что, постоянно жалуются, что над тетрадями горбатятся? Пусть побегают. Смена деятельности – это лучший отдых. Учитывая, что на нормальный отдых денег все равно не хватит. А тут стадион, если он, конечно, есть. Тут тоже могут проблемки возникнуть. Мне вот правда кажется, что подобная инициатива – это просто главный признак того, что у кого-то слишком много свободного времени. Может, тогда депутаты и пример подадут? Сколько раз Вассерман подтянется? Строго говоря, среди депутатов есть несколько инвалидов, которые по понятным причинам вряд ли осилят такой комплекс. Иное дело учителя. Все как на подбор. Огурчики. Маринованные. И дети. Из той же бочки. Когда будем обсуждать предложение, адресованное школе, я постараюсь поинтересоваться у коллег, считают ли они возможным тоже в этом деле поучаствовать. А чего это только постараетесь? Как на учителей или врачей нагрузку навешивать? Никаких особых размышлений нет. А вот для депутатов... Что касается меня, то в целом у меня состояние здоровья для моего возраста хорошее. Но я слишком ленив, чтобы заниматься физической культурой, если меня к этому никто не обяжет. Но обяжут, я уж постараюсь. Заключил он. Мрак. Просто мрак. В нашем обществе традиционное отношение к педагогам особенное. Трепетное. А, это про женщин было сказано. Поэтому аборты ограничим. Педагог это миссия, призвание. Поэтому мы и будем решать, куда их призывать. Глюка Андреевна, колень повыше. Возникает вопрос, а почему ГТО касается только школы? Потому что представители любой другой профессии себя уважают? Нет. Ну вот честно. Вы можете себе представить, что политики вышли к микрофону и такие. Мы теперь заставим экономистов нормативы сдавать. Чего? Или архитекторы и работники магазинов будут повестки разносить? А вот учителя? Почему бы и нет? Последние несколько лет создаются ощущения, что педагоги и ученики просто идеальные хомячки для опытов. Что бы еще такого придумать? Неужели это схавают? В голове только одно слово – издевательство. Не, ну реально, а как по-другому это назвать, когда предлагают сдавать ГТО в сфере, где большинство работников предпенсионного возраста? Отдавайте все с копом на стадион. Просто гениальная идея. Можно я только не буду аплодировать? Еще один неприятный моментик. Даже если Анатолий все же сможет перебороть лень и набраться мужества, и все же предложит депутатам принять участие в «Папа-мама-я спортивная семья» ГТО эдишн. У парламентария все равно будет возможность просто завернуть этот проект, а вот у учителей – нет. И когда в очередной раз сердобольные политики будут сокрушаться о нехватке педагогических кадров, тут вон недавно даже Путину заявили, что учителей катастрофически не хватает. Мы эту пламенную речь на стриме смотрели, запись есть на бусте. Так вот, в этот момент неплохо бы этим товарищам вспомнить все то, что в свой адрес педагоги слышат. И уверяю вас, для кого-то, кто и так уже одной ногой буквально в репетиторстве стоит, потому что это банально выгоднее и проще, заявление «Коллеги, завтрашнего дня подтягиваться учимся!» может стать той самой последней каплей, когда ты осознаешь, что сил терпеть весь этот цирк уже просто нет. Типа, а что дальше заставят делать? Никто не думает ни о этической стороне вопроса, ни о мифическом престиже профессии. Господи, банально о среднем возрасте учителей. Вот в московской школе мне платили 13-ю зарплату. Интересно, а в Государственной Думе никаких премий за бредовые инициативы не выписывают? Просто это бы настолько все объяснило, сразу же все вопросы отпали бы. А вообще, я продолжаю настаивать, что лучшее лекарство депутатской горячки – жизнь обычного человека. Посещение обычных поликлиник, учеба детей в обычной школе и не на загнивающем западе, важное уточнение, и не в Дубае. Жизнь на мрот, закупки в пятерочке, ГТО в свободное время. Ну, чтобы немножко опуститься на грешную землю, заземлиться, так сказать. Ну что, январь начали ярко. Есть у меня ощущение, что так мы год и продолжим. Если вам понравилось это видео и вы считаете, что оно заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Не забывайте про мой телеграм, там интересно, и все новости образования появляются раньше, именно там. Если готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, они доступны без рекламы и есть эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.